Альнасар хочет подписать Рамоса после Роналду. Серхия сначала выслушает предложение ПСЖ. После Криштиану Роналду Альнасар хочет подписать Серхия Рамоса. В Петербурге в новогоднюю ночь задержали почти 2000 человек, в основном трудовых мигрантов. В новогоднюю ночь жители Украины спасались от российских обстрелов. Вот как выглядел для них первый день 2023 года. Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой оба и че. Потенциальное открытие 2023 – наследник Роналду, Фню, Копия, Холана и Турок, чуть не перешедший в «Ц», те, кого ждет прорыв в этом году. Актер Джерри Миреннер попал в больницу, 2 января 2023 года. Голливудский актер Джерри Миреннер оказался в больнице в критическом состоянии. На трассе М-5 ввели ограничения из-за непогоды, 2 января 2023 года. В Башкирии на границе с Челябинской областью запретили движение автобусов, такси и грузовиков. В ГУ рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году. Россия не планирует завершать войну против Украины и будет пробовать проводить новые наступления на фронте. В СУ обновили потери России на войне, уничтожено много путинских военных, инфографика. Всего с 24 февраля 2022 года ликвидированы почти 108 тысяч российских оккупантов. Выходка беззубой невестки стриптизерши Королевой вызвала оторопь. Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко ошарашил родителей, приведя домой девушку с сомнительным прошлым. Теперь стриптизерша Мелисса не дает скучать всей семье. Итоги авторынка в 2022 году, сколько машин продано, какие марки ушли, какие новые модели появились, январь 2023 года. Снижение продаж, уход марок, космические цены, что изменится в 2023 году. Связь с Авербухом, развод из-за хореографа. В чем подозревали принцессу цирка, Валерию Ланскую. Несколько лет назад артистка говорила, что в отношениях с ней не просто, гордая и непокорная, она не всегда шла на уступки. Но почему же рухнул брак Валерии Ланской с режиссером Станиславом Ивановым, длившейся семь лет? Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи.